Был такой святой царь, его звали Париджи, он управлял всем миром. Дет тысяч лет назад было единое государство, весь мир был под управлением одного императора, его звали Париджи. И приводится такая история, это был святой царь, приводится такая история вреда о его качестве. В единических писаниях для детей, в букваре, где буквы описаны, там с самого начала начинается описываться нравственные качества, и дети изучают только это. Они говорят только о нравственности, с самого начала, и больше ни о чем. И Париджи изучал этот учебник, и первая строчка этого учебника была такая. А там была школа для царей, для царевича, то есть это школа для тех, кто знатного рода. И ему было там 6 лет, по-моему, 5 лет, и там наказывали детей, родственник в этой школе, потому что мальчиков надо наказывать, чтобы они не назывались. Надо наказывать, просто им. Надо бояться этого ребенка, послушным и разумным. Девочек не надо наказывать, можно лишать свободы, удовольствия. Итак, первая строчка была такой. Никогда не обманывай. Всегда любви боль. Всегда уважай старшего. Первая строчка. И прошел месяц, и водитель спросил, кто сколько выучил. Вариант. И кто-то говорил, 5 страниц, кто-то там 10. А он сказал, я выучил почти строчку. И он сказал, почему? Почему так мало выучил? Он говорит, я выучил столько, сколько мог. Я старался изо всех сил. И тот его начал наказывать. Когда он его наказывал, то он улыбался. И он был в шоке. Подаватель был в шоке. Он сказал, я не выучил строчку. Я выучил полстрочка. Он был в шоке совершенно. Он сказал, что прямейший был. Он говорит, я понял, что никуда не надо обманывать. И я сейчас опять говорю правду. Я не могу теперь говорить. Улыбался все время. Мальчик, мальчик, я не могу. Но я могу уважать свою очередь. Видите, то есть этот человек, он был настолько разумным с детства, что он выучит от него, значит, сделать то, что никогда больше не делает. Ну, не ошибаться. Он всю жизнь это делает. Этот царь, по Ричарду, он никогда не обманывал всю жизнь. Он был абсолютно честным. И у него была такая сила, что его называли Аджата Шатова. Тот, чей брак еще не родился. Не было врагов. Потому что он обладал такой силой справедливости, чтобы все его любили царским, был святым царем. Он обладал такой силой характера, что люди просто поражали собой. Это описано в верхнем святом ряду. Так, видите, духовные, нравственные блага делают человека славным и великим. Маленькая одна черта характера, развитая в человеке, делает его непобедимым. В чем? То есть он обладает огромным могуществом. Поэтому, несомненно, человек, как говорят, на двух лодках, двумя ногами не поплывешь, штаны лопнут, да? Как минимум. То есть пойдет вот так шпагат, и штаны лопнут. Вот. То есть одна лодка – это желание материального радости, а другая лодка – это желание развивать всех от личностей. Человек должен выбрать этот лод, развитие всяких личностей. И все блага этого мира будут перед его лутами, плодами. Когда придет ты. Когда ты чем-нибудь мирским встревожен или расстроен, то вспомни, что тебе придется умереть. И когда-то, что тебе раньше казалось важным, несчастьем, волновало тебя, станет в твоих глазах ничтожной неприятностью, о которой не стоит беспокоиться. То есть лечь здесь идет, знаете, о чем? О том состоянии, которое человек чувствует перед смертью. Потому что перед смертью человек понимает, что он получил от жизни, а что не получил. Если человек всю жизнь стремился строить дом, москитовать детей и так далее, делать что-то такое внешнее, я не говорю о правильном воспитании, я говорю о наказании, чтобы на нее бегать. Если человек всю жизнь занимался внешними вещами, то перед смертью он почувствует, что он прожил жизнь зря. Потому что после смерти все это внешнее с тобой не пойдет, ты с собой не возьмешь. Человек с собой берет в следующую жизнь свое благочестие, свои грехи, свой разум и свою веру, свой характер. Если человек развил характер, у него есть сфера, он этим грехом пойдет в следующую жизнь. Если у него есть благочестие, оно его сделает сильным в следующей жизни. Если у него есть грехи, они его будут бить в следующей жизни. Но сколько он не построил бы, это в следующую жизнь он с собой не возьмет. Поэтому настоящее богатство находится внутри человека, а не снаружи. Этим и надо заниматься. Это останется всегда с тобой. А то, что ты с внешней сделала, это будет петюль. Олег Геннадьевич, с днем любви и верности в вас. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете о Белой дороге. Где были вы только сами. Планировали ли вы туда поехали. Как донести людей, что это путь не только для казахов? Спасибо, вы до меня уже донесли. Я уже знаю, что есть Белая дорога. Раньше ничего не слышали. Так как вы верите в это, то я, наверное, тоже поизучаю, думаю, поизучаю, что-то узнаю. Если в школе дочку обижают мальчики, и она не хочет ходить в эту школу. Стоит ли дочку переводить в другую школу? Надо разобраться. Надо посмотреть на мальчика, который обижает. Смотрите. Если это обычные дети нормальные, значит, что-то с девочкой не то. Значит, она ведет себя вызывающе. Надо ее научить в правильном сердце. А если это мальчики-дебилы, дебилы, то надо переводить в другой класс или в другую школу, если там все мальчики-дебилы. Понимаете, ребенок, он развивается через общение. Если общение неблагоприятное у ребенка, то это общение разрушает всю его жизнь. Поэтому в древней культуре детей всегда учили в правильных местах. Никогда не позволяли им общаться нежелательное общение. Ребенку всеми силами надо организовать его досуг. Но не нужно давать его в свободное плавание на улицу. Там в свободное плавание его сожрут злоба и невежесть. Дети очень сильно привлекаются к плохому и очень сложно замечают хорошее. Понимаете, инстинкты управляют ими. Поэтому кто самый главный мальчик во дворе? Самый отъявленный негодяй. Самый главный мальчик. А самые хорошие мальчики всегда пришивлены. Поэтому туда не надо отдавать ребенка на воду отпускать. Это не место, где он выучится жизнью правильную. Правильное общение – это то общение, которое развивает человек. Поэтому отдавайте ребенка туда, где его развивают. В секции какие-то, где учителя вкладывают в ребенка то, что ему нужно. В свое время отец меня отдал в санго, в секцию санго. И там тренер по санго, я его очень уважаю. Он всегда научил меня честности, мужеству. И всегда мучил мою лень. Он всегда заставлял меня трудиться. И я очень тяжело трудился. Тренировал очень серьезно всех. И он это закалил во мне. Вот с 8 до 12 лет я занимался это чувством силами. Благодаря его тренировке. Ну, как бы, улица не помогла мне развиваться. Может ли кормящая женщина соблюдать посты, сухое голодание? Нет, не надо. Как лучше очистить организм? Кормящая женщина не должна беспокоиться об очищении организма. Потому что он самоочищается. Кормящая женщина, она даже не обязательно ей соблюдать полностью режим дня. Потому что женщина беременная и кормящая находится под влиянием Луны. Грехи, они в организм входят под влиянием Солнца. Когда обличивается в жизни человека влияние Луны, то грехи ослабевают свое влияние. Поэтому беременная женщина и кормящая женщина, она ей не обязательно соблюдать режим дня в полной степени. Потому что от этого ее грехи не будут активизироваться. Однако же, если человек находится под влиянием Солнца, а это все люди остальные, кроме беременных и кормящих женщин, начиная от 14 лет, все остальные люди должны соблюдать режим дня. Иначе с ним будут происходить следующие вещи. Если человек встает после 6 утра, после того, как зашло солнце, имеется в виду над горизонтом, то в нем будут развиваться следующие черты характера и болезни. Воспалительные процессы возникают от того, что человек встает после Солнца. В нем накапливается отрицательная солнечная энергия. Все воспалительные заболевания от этого. Дальше. Если человек встает после Солнца, то он теряет боль, теряет самообладание, теряет способность выполнять свои обещания. Он теряет хороший характер и становится пессимистом. Поздно встающий человек разрушает свою судьбу таким образом. Если человек поздно ложится спать, то он теряет способность отдыхать. Он становится очень напряженным. Теряет радость жизни, краски жизни, бледу такого человека, который поздно ложится спать. Дальше. Он теряет способность контролировать свой аппетит. Человек поздно ложится спать, он также обязательно доедается на ночь. Неизбежно. Это от позднего засыпания идет. Потому что человек теряет боль, и у него психика напрягает сильно, ему надо заедать все. В это время. Той, который поздно ложится спать, он в конечном счете истощает свои жизненные силы и сокращает продолжительность жизни. Потому что Луна, она накапливает вот же силу в организме, которая потом борется с болезнью. Силу вот этого спокойствия, как Луна. То есть, а Луна, она максимально сильна с 9 вечера до 4 утра. Вот в это время человек должен спать. Если он ложится в 11, допустим, в 12, то он сокращает контакт со мной во время сна. Таким образом, сокращает продолжительность своей жизни. И защитные силы снижаются. Иммунитет надо. Нет, не случилось. У вас на 2 часа-то разница где? Когда у вас в 8 надо вставать, как минимум 8, и в 11 спать нужно. Нет, лучше соблюдать. Ну, ничего, вставайте, ничего страшного. А если днем в 3? Да. Днем надо отдыхать, а не спать. То есть, человек в днем не должен входить глубокий сон. Если он входит, то он тоже ручит свою жизнь. То есть, надо столько спать, чтобы сон оставался поверхностным. Как это происходит? Если человек просыпается и не соображает, что происходит, значит, он в глубоком сне был. А если его будет, а он как будто бы и не спал, значит, он поверхностный. Вот такая разница. Надо отдыхать днем, а не спать. Если женщина что-то по режиму мужу живет, он что делает? Муж не дает освобождения от кармы. Только луна. Женщина должна служить мужу. Но когда женщина повышает духовность в семье, то духовность, когда в семье повышается, то естественным образом семья переходит на правильный режим жизни со временем. Поэтому повышайте духовность в семье, и вы будете жить правильно с мужем. Кушать человек должен максимальную пищу, когда солнце высоко. Это с одиннадцати или с двенадцати до часу, там с одиннадцати до часу, до двух, в вашем условии комсу. Если человек кожу наедается сильно, он сокращает свою жизнь. Вечером легкое питание, утром легкое, днем максимально. Женщинам надо кушать дробно. Женщины подклевывают, а мужчины жрут. Женщины, они пробуют, а мужчины жрут. Этот мужчина должен стараться больше кушать в обед, а женщина, она все равно больше кушать в обед, но она понемножку, несколько раз в день должна. Как лучше очистить организм? У меня есть лекция по очищению организма. Есть разные методы голодания. На каждом продукте, каждый вид продукта дает свое очищение организма. Я в Москве читал такую лекцию. Найдите в интернете в чате. Чувствую потребность в соблюдении постов. Так как до беременности два раза в месяц голодала, чувствовала легкое со всем телем. Во время беременности не надо полный сухой пост. И с разными постами можно ограничить свое питание в какие-то дни постах. Но не нужно полностью голодать во время понашения ребенка. Потому что, поймите, что вы можете голодать сколько угодно, но когда вы понашете ребенка, то кушают теперь сразу два человека. И один из них точно не должен голодать никогда. Это ребенок. Он растет очень быстро. Ему нужно каждую секунду питать на вещества. Поэтому вы не имеете права просто голодать. Потому что не сможете голодать сама, а ребенок не голодает. Как это возможно? Все время встречаю одинаковых мужчин. Обычно встречаются полярные люди. Обычно не одинаковые, а полярные. Или такой вариант, или такой вариант. А других вариантов не бывает. Полярные. Причем, когда встречаешь одного, думаешь, ну нет, я таким не хочу. Я хочу такого. Тут и другой полюс получается. Думаешь, ну нет, такого я не хочу. Хочу другого. И невозможно с таким жить. Получаешь обратно на запад полюс, который был до этого. И поэтому, если, как пословица, хрен, рейки не слаще. Не меняешь его на мыло. Понятно, да? Не надо. Не надо. Нет смысла. Что делать? Оставить надежду на создание семьи. Я выполняю обязанности, но сдать экзамен сил не хватает. И все эти вопросы, когда у меня плохая жизнь, что делать? Ответ ученять только один. На все эти вопросы один ответ. У вас не тот уровень развития личности, с которым вы можете жить счастливо. Вам не хватает работы над собой. Вы не развитый человек, достаточно не развитый. Потому что чем выше развивается человек, тем меняется больше сведает его отношения. Более развитый человек с более развитыми людьми отменен отношения. Умные достаются умным, а я досталась тебе. Вот. Понимаете? Чем выше разных человек, тем выше среда, более разные среда его окружения. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас невозможно создать семью, не надо сейчас создавать работу над собой. Женщина, которая не может создать семью, она должна отречься от личной жизни на время, ради работы над собой, ради отношений с Богом. И тогда она получает мужа хорошего. Но мы настолько скупы, что мы ни секунды не хотим отказаться от своего желания замуж. Работает над собой тем более. Слушаем ваши лекции уже полгода. Деемся на вашу помощь. Мою сестру год назад укусил лещ. Восстановительный процесс идет медленно. Какие растения или камни могут восстановить двигательные функции? Я не могу советами лечить такие серьезные заболевания. Надо приехать там в центр и поставить вот такую большую кору. Каким лечим корой? Деревья. То есть это целая много-много кусочков коры вместе. Это наука, которая включает тонкие каналы организма и восстанавливает хронические заболевания лечим. И эта же корана убивает вирус в организме. В целом это можно просто бесплатно консультацию у нас получить на сайте и полечиться. Хочу также сделать рекламу того, что здесь в Омске открылось удивительное кафе, в котором готовят с любовью пищу. Думают о Боге во время. Вегетарианское кафе в самом центре города. Если вы туда сходите, вы почувствуете вот этот вкус чистой пищи. Он останется в вашем сердце. Сердце будет вашим приятным. И вчера в это кафе пригласили одного общественного деятеля. кормили его до отвала. И он прямо там лег на диване. С чистым сердцем, да. Он никогда не забудет ту пищу, которая там его накормила. И когда он покушал, он очистился от многих грехов в этот момент. И стал чуть-чуть добрее. Его жестокое греховное сердце стало чище. И он опять туда хочет сходить. И он опять туда хочет сходить. Где? Я не знаю, где это. В музыкальной театре. В музыкальной театре. Не по билетам, просто заходите и открывают дверь. Кормите меня! Я не вас сразу накормлю. И второе объявление такое. У нас 30 сентября будет удивительное событие в Анапе. Если вы съездите туда, то вы никогда не забудете это усилие. Это фестиваль плавности. Он проходит две недели. На этом фестивале каждый день я читаю лекции в той подверь. Там читают мои друзья лекции. Там проходит сингун, йога, учение танцев. Целый день что-то проходит с утра до вечера. Вечером концерт. И удивительные люди поют духовные песни. Такие нравственные песни. Мои друзья. В общем, этот фестиваль длится две недели. Называется «Благость». На нашем сайте. Вся информация есть. Сейчас я сделаю вам рекламу хорошую. Фестиваль. А там кормить будут? Там кормят так, как никогда ни певы не ели. Просто я бы сейчас в жизни. То есть вас будут фестиваль? Да. Вы подтверждаете мои слова? Там кормят хорошо? Да. Хорошо. А вам понравилось там? Да. Серкайте. Там очень хорошо. А? Вся ли благость? Две недели. По-нафигу. 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 Все это все объявления. Если в церкви всегда плачешь в одной и той же иконе. Кто именно этого человека выбрать в качестве своего святого? На образ, который молишься? Так вы, моя хорошая, уже выбрали. Потому что слезы – это и есть первое проявление любви. А сердце открывается, оно сначала плачет от радости. Поэтому все у меня спрашивают. Есть желание обретения отношений и создания семьи. Но отношений никаких нет. В окружении нет мужчин, знакомства не завязываются. Такое ощущение, что меня не видят. Значит, вас не видят. Вопрос. Если все это зависит от кармы, насколько она тяжела и как изменить ситуацию? Уже больно, тяжело и грустно. Как быть одинокой? Хорошая девушка. Добрая, хорошая и любимая. Любимая девушка. Которая обязательно выйдет замуж. Хочу вам сказать путь, о котором вы должны идти. Этот путь, если вы уже такой вопрос не заняли, вы задали, вы должны принять на место. Первое, что вы должны сделать – это понять одну вещь. Что женщина становится женщиной только в отношениях. И в каких отношениях? Естественно. Поэтому женщина первое, что она должна сделать – она должна принять веру. Верить в Бога. Я спрашиваю, какую веру принять? Свою. У вас, у каждого человека тоже есть какая-то структура духовная, традиция. Нет, ничего меня. Примите свою веру. Если нет никакой веры – ищите, изучайте, ходите везде. Но если женщина не находит в себе веру и не начинает молиться Богу, она не сможет понять, что такое близкие отношения. Потому что близкие отношения формируются только в религиозной среде. Между людьми, которые очень близко учатся жить. Учатся жить близко к Богу и к людям. Понимаете? Они общаются очень сокровенно. Когда женщина в такую судьбу попадает, она становится женственной. Потому что близкие отношения – это и есть женственность. Близкие отношения – это одно и то же. Когда она становится женственной, она открывается от личности. Открывается. Когда женщина открывается, что с ней происходит дальше? Она становится красивой. «Свет мой зеркалца, скажи и всю правду доложи. Кто наследит всех белей и румянь и светлей?» Та девушка, которая занимается служением Бога, которая постоянно общается в близких отношениях, с людьми, как в семье живет, в большой семье живет. Понимаете? Такая девушка, она обретает силу привлекать к себе мужчину. Потому что женщина, вы думаете, чем женщина привлекает? Шоу-бизнес. У нее глаза приятные три карата. Не поверите, ребята. Вот, на уровне протоплазма. Но этот самец, он не хочет брать замуж. Вот в чем проблема. Поэтому эти женщины, которые вот это делают, они привлекают только тупых мужиков. Павелина. Потому что у мужчины есть вторая фамилия. Павелина. Скорее. Но разумные мужчины, они эту фамилию прячут. А тупые они ее раз. Тупые мужчины, так как они понимают, в чем красота женская, настоящая, они привлекаются внешностью женской. Женщина, которая как бы, она тоже насильно образована, как замуж выйдет. Она поддается на эту провокацию и привлекает к себе такие вот... Через нюхательный рефлекс. Собачки бегают друг по другу. Снюхались. Но женщина образованная, она копит в себе красоту внутреннюю. Она нужна для того, чтобы замуж выйдет. Внешняя красота срывает отрышу. А внутренняя красота рождает ответственность сердца. Желание заботиться о жизни. Внутренняя красота. Поэтому копите внутреннюю высоту женщины. В духовных отношениях она будет возрождаться и увеличиваться. Теперь дальше. Если вы уже начали общаться духовно и почувствовали себе вот эту духовную силу, но все равно мужчина не смотрит. Тогда я вам даю еще один сильный способ. Это взять ребенка на высоту. Когда женщина берет ребенка с имами, то еще одна порция красоты, женственности, врывается в ее жизнь. Когда духовная красота уже есть и плюс еще она воспитывает ребенка, еще вторая порция красоты, обязательно кого-нибудь придушим. Обязательно кого-нибудь вы зацените. В этом случае. Несомненно. Прям на опыте церкви есть. Никогда не думайте об этом. Я хочу замуж, хочу замуж. Надо победить это все.